Один из самых величественных, монументальных в Среднем Поволжье монастырей Раивский теперь можно посетить, даже не выезжая за пределы Чувашии. Напомню, что святыня находится в соседнем Зеленодольске, недалеко от Казани. Благодаря художникам из Татарстана, которые разместили свою работу в художественном музее, жители нашей республики могут полюбоваться красотой крупнейшего действующего мужского монастыря Казанской епархии, Русской Православной Церкви. Раивский Богородицкий монастырь основан в 17 веке отшельником Филаретом. Своё 400-летие монастырь отметил в прошлом году. В то время Раифу посетили множество паломников. Это святое место знают все жители Поволжья, потому что 400 лет истории этого монастыря. Они запечатлены не только в летописях, но и в произведениях живописцев, художников, историков, писателей. Но ценность этой выставки заключается, во-первых, в том, что это обменная выставка, то есть это сотрудничество между двумя соседними региональными музеями. Эти произведения представлены Зеленодольской картинной галереей. На выставке работает семи художников. Специально из Зеленодольска на открытие приехал живописец Анатолий Крылов. Мастер признается, что он очень требовательен к самому себе. Любит работать над картинами подолгу, оттачивая каждую деталь. Люблю и картины композиционные писать, но и пейзажи тоже есть. У меня вот тоже и те работы, они чисто композиционные. Я не просто вот стою и с натуры пишу, я просто делаю, люблю собирательный образ создавать. Вот представлена здесь работа, да, Раифа. Это не просто пейзаж, а композиционный пейзаж. Здесь я просто хотел показать смысл, вот, и историю Раифы. Она выражается вот именно в черно-белых деревьях. Потому что на самом деле во дворе, если так вот посмотреть, там же нет деревьев. История, которая здесь представлена, вот на фоне восходящего солнца. Ну, вот эти тени большие, это, можно сказать, не вечер, а утро. Вот, и хотел показать, что и после этого, ну, на самом деле, как бы пророческой, что ли, работой оказалась. Носилось возрождение Раифы. Это она написана еще до возрождения. Сейчас святая обитель переживает новую пару своего расцвета. И это можно увидеть на полотнах художников. Как отмечают организаторы выставки, главная цель проекта, Раифа, отражение во времени, привлечь внимание людей к проблемам восстановления памятников истории, архитектуры и духовности, которые составляют гордость нашей страны. И в первую очередь ставку делают на подрастающие поколения. Ведь именно дети являются главными посетителями выставок в художественных музеях. Галина Титарчук, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова